Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами своим мнением о безумно популярных жидких помадах с супер матовой текстурой, которые наделали много шума на YouTube, которые поначалу было очень трудно приобрести в онлайн продаже, поскольку они разлетались сиюминутно. Это помады от Kylie Jenner, которые называются Kylie Matte Liquid Lipstick & Lip Liner. Набор точнее будет сказать, поскольку здесь и помада, и карандаш. Приклинчивые ребята китайцы подсустились и создали очень много подделок, на которые можно было нарваться случайно, что обидно, да, и заплатить за помаду немалые деньги, получить китайскую подделку, либо же даже приобрести в ближайшем лаке супер дешевую реплику. В моей коллекции есть оттенок Dolce K, и также на моих губах сегодня вы видите оттенок Coco K. Сегодня мы будем сравнивать две помады, это оригинальная и реплика в оттенке Dolce K. Если говорить немножко об истории бренда, то можно сказать, что это совершенно новая компания, созданная Kylie Jenner, это одна из представителей семейки Кардашьян, насколько я понимаю, хотя я совершенно никогда не следила и не слежу за этой семьей, но знаю, как она выглядит, знаю, что она делает совершенно трендовые, очень красивые макияжи, у нее красивые губы, у нее красивые оттенки помад всегда, и вот это как раз сыграло определяющую роль в создании этого бренда. Когда Kylie красила свои губы, выкладывала их в Инстаграм, почему-то всем девочкам захотелось красить свои губы именно такими же оттенками помад. И Kylie в один прекрасный день, я читала интервью с ней, она сказала, что однажды придя в магазин, я в Мак, столкнулась с тем, что мне сказали, этого оттенка нет, потому что все раскупили, хотели помаду, как у Kylie, этого оттенка тоже нет, потому что все раскупили, просили помаду, как у Kylie, и прокатившись по магазинам, она поняла, что, в общем-то, помад, которыми она привыкла краситься, их просто нет, потому что их все раскупили, потому что хотят помады, как у Kylie. Тогда ей пришла светлая мысль в голову, почему бы не создать свой собственный бренд, тогда у нее всегда будут свои любимые помады, ну и к тому же девочки уже будут покупать не помады, как у Kylie, а помады Kylie. В общем, неплохая идея, и компания появилась в ноябре 2015 года, выпустила Кайли 3 оттенка помад, и среди них была как раз вот эта Дольче Кей, поэтому она очень популярна. После этого компания начала расти, придумывать новые оттенки, создавать, и сейчас уже она делает не только помады, но и также другие косметические продукты, например, тени, которые также представляют огромный интерес для косметических фанатов. Начнем обзор с упаковки. Итак, упаковка очень красивая, на мой взгляд, коробочка замечательная, дизайн прекрасный, очень красивые губы, вот эти вот подтеки, они смотрятся так притягательно, привлекательно. Коробка удобная, помады в ней не ездят, не катаются, что приятно, поскольку они разделены вот таким разделителем. Но это, конечно, красота, на мой взгляд, очень красиво выполнен. Прекрасный, прочный пластик, который очень дорого выглядит. У многих, я смотрела отзывы, у многих возникает вопрос, вообще пластик ли это или стекло. Аппликатор очень удобный, он тонкий, он такой немножко загнутый, прекрасно справляется с макияжем губ, даже без использования карандаша. Не требуется использовать кистика. Дизайн карандаша классический, классический черный цвет, пластиковый материал, удобно точить. Пачок замечательно закрывается, никуда не слезает. На конце карандаша есть цветовое вот такое вот оформление для того, чтобы было понятно, что за цвет и не приходилось читать название. В стаканчике, когда стоит, очень удобно доставать. Производитель нам описывает свой продукт таким образом. Ну, это примерный, вольный перевод. Матовая губная помада высокоинтенсивной пигментации для мгновенного эффекта пухлых матовых губ. Сверхстойкая помада содержит увлажняющие ингредиенты для комфортного, смягчающего и шелковистого ощущения. Не суши губы. На мой взгляд, каждое слово здесь точное попадание в описании. Я максимально приблизила свои губы вам для ободрения, для того, чтобы текстуру помады было хорошо видно. Итак, текстура. Ну, как вы видите, помада супер матовая, но действительно она очень матовая, но при этом нужно сказать, что она гениально комфортно сидит на губах. Ее не чувствуешь, это как вторая кожа, она не сушит губы, она не ложится полосками, когда вы ее красите, с ней очень легко работать. Ее легко наслаивать, в случае, когда вы уже половину дня прожили с ней и необходимо подправить цвет, вы наложите ее немножечко сверху и никаких проблем, никаких скатываний не будет. Помада не скатывается, она лежит равномерным слоем, но, как вы видите, немного подчеркивает складочки на губах. Я думаю, что, может быть, это особенность моя, может быть, немножечко более сухие губы сейчас, чем нужно. Может быть, нужно было их немножко отскрабировать, но, тем не менее, смотрится, по-моему, все очень прилично. Помада, в данном случае, это оттенок, как я уже говорила, Коколкей, она нанесена у меня без карандаша, но, как видите, абсолютно четкий, ровный контур. Итак, как я уже сказала, помада ложится очень ровным, очень тонким слоем, она не ощущается, не прилипает, у нее нет абсолютно никакой, ну, как будто абсолютно сухие губы. Когда вы ее красите, она не высыхает моментально, для того, чтобы она высохла на ваших губах, уходит примерно секунд 20. Этого времени идеально хватает для того, чтобы поправить какие-то нюансы. Также необходимо отметить, какой гениальный запах у помад Кайли. Это что-то такое, ну, какое-то конфетное. Может быть, даже, знаете, больше пахнет каким-то лимонадом. Да, скорее всего, мне пахнет лимонадом Буратино. И если сравнивать эту помаду с суперстойкими матовыми помадами, которые сейчас представлены на рынке и очень популярны также, то я могу сказать, что это не моя самая любимая суперматовая помада. Моей самой любимой суперматовой помадой до сих пор остается помадой от Kat Von D. Но эта помада, безусловно, на мой взгляд, лучше, чем помадой от Anastasia Beverly Hills. Что касается карандаша, то я могу сказать, что это замечательный, гениальный карандаш. Он очень мягкий, скользкий, он пигментированный, он аккуратный в работе. Но за счет того, что он очень мягкий, когда он быстро заканчивается в работе, и его все время приходится подтачивать, этот карандаш можно использовать для полного покрытия губ и даже не наносить на них помаду, они красиво и пигментированно будут выглядеть. Он не сушит губы, он не царапает губы. Цвет этого карандаша идентичен помаде, но, тем не менее, есть небольшая разница. Давайте перейдем плавно к свотчам. Вот помада, а вот карандаш. Если вы обратите внимание, то видно, что оттенок карандаша немножко более рыженький, что ли, более теплый, более такой нюдовый. Оттенок же помады выглядит более серовато, таким таупово-лиловым. Я могу сказать от души, что мне вот этот оттенок карандаша ближе, поэтому я даже иногда просто покрываю губы карандашом и не наношу помаду сверху. И замечательно себя чувствую. Карандаш также очень долго держится на губах. А теперь давайте изучим реплику. Как отличить реплику от оригинала? Я посмотрела внимательно коробочки, внешне они очень похожи. В случае с оригиналом указана страна производства Соединенные Штаты Америки. Здесь же написано Made in PRC. Дальше, если вы откроете коробочки, они будут выглядеть абсолютно одинаковым образом, также с разделителем. Очень похожие карандаши. Вот этот у меня уже подточенный, оригинальный. Длинный я не точила, поскольку и не пользуюсь, в общем-то. Вверху оригинальный сводч, внизу сводч реплики. Немножечко отличается реплика от оригинала в более мягкую, теплую сторону. Теперь давайте сделаем сводч помады реплики. Посмотрите, если посмотреть на ее качество, то видно, что на тюбике, во-первых, здесь скотч какой-то был приклеен, во-вторых, здесь вот нечетко прорисованный принт, какие-то черные пятнышки. Вот здесь вот этикеточка, которая приклеена, она также приклеена не очень аккуратно, там под ней какой-то мусор. Оттенок. Давайте я вот здесь нанесу. Оттенок, как мы видим, явно отличается, ну явно отличается. При этом я хочу сказать, что в магазине мне предложили два совершенно разных оттенка реплики в цвете Дольче Кей. Был один, ну совершенно рыжий, вообще никаким образом не похожий на Дольче Кей, поэтому если вы заказываете с Алиэкспресс или с каких-то других сайтов, где можно заказать реплики, то будьте готовы к тому, что оттенок придет, ну совершенно не такой, как вы ожидали, совершенно не похожий на то, что предлагает оригинальный производитель. Здесь в данном случае, ну что-то более-менее похожее, но тем не менее цвета абсолютно разные на мой взгляд. При этом я хочу отметить, что текстура оригинала и реплики очень похожа. Она, эта помада реплика, она, ну не из такого качественного пластика сделана, хотя из довольно прочного. У нее хорошо подделан аппликатор, он в такой же точно форме, как и у оригинала. Текстура помады такая же жидкая и не водянистая, она тоже быстро засыхает на губах именно с такой же быстротой, как и оригинал. Работать с ней, в общем-то, удобно. Она также имеет характерный аромат, но этот аромат мне лично напоминает просто аромат какой-то дешевой косметики с чем-то таким конфетным. Они очень старались соответствовать, они очень старались что-то такое похожее подобрать, но у них не очень получилось. Конечно, страшно мне думать о том, что в ингредиентах, что положили в формулу этого продукта, поскольку цена его 200 рублей. Страшно наносить на себя, но я попробую. Давайте попробуем сделать зацест в нескольких аспектах. Во-первых, сейчас я попробую стереть в себя помаду, которая у меня сейчас нанесена, как я уже сказала, в оттенке Кокол Кей. Посмотрим, как она легко удаляется. А потом я нанесу два оттенка помады на одну половину губ. Вернее, не два оттенка, а реплику оригинала в оттенке Дольче Кей на одну половинку губ и реплику на другую половинку губ. Прямо желко стереть, честное слово, такой оттенок красивый. Давайте попробуем воспользоваться салфеткой. Помада осталась практически там же, где и она была. Я, в общем, уже знаю, что такой исход был, поэтому приготовила специальные салфетки косметические. И даже салфетки их не сразу берут. Как вы видите, это сделать совершенно нелегко. Помада держится на губах просто намертво. А теперь давайте нанесем оттенки помады Дольче Кей на одну половинку натуральную, оригинальную. На другую половинку нанесем карандаш и реплика. Разница в оттенках помад, ну, очевидна, при том, что и та, и другая называется Дольче Кей. И по текстуре, как я себя ощущаю в этих помадах, в этой, как я уже сказала, я не ощущаю вообще, что у меня нанесено что-то. Здесь у меня какое-то такое вот, что я что-то такое чувствую, кремовое, какое-то теплое, жидкое, которое я даже боюсь дотрагиваться до губ. Эта помада липкая, клейкая, в ней такое ощущение, что добавлено что-то, какая-то клейковина. Эта же помада абсолютно сухой текстуры. Давайте сделаем первый кис-тест. Как вы видите, правая сторона осталась на руке, левой же стороны вы не видите и не увидите, я уже знаю точно. И хочу сказать еще пару слов об оттенке Дольче Кей. Этот оттенок очень популярный, он входил в тройку самых первых, которые вышли, выпущены были Кайли в качестве своего цвета, вот этот цвет Кайли. В интернете очень много информации о дублях помад от Кайли и в качестве дублей предлагаются оттенки Сепия от Анастасия Беверли Хиллс. Действительно очень похожий оттенок. Если брать Никс помады, то это Абу Даби и Канны. У меня есть оттенок помады Канны, я не очень согласна с тем, что это абсолютный аналог, но тем не менее что-то похожее действительно есть. Если сравнивать с оттенками Мак, то его сравнивают с оттенком Велвет Тедди. Не 100% попадание, но где-то что-то похожее, хотя помада от Кайли выглядит на мой взгляд более серой, более холодной и не такой для меня лично носибельной. Давайте смотреть в течение дня. Прошло 3 часа, мы добрались до дачи, разложили вещи и вот как выглядит помада на данный момент. Ничего не слезла, ничего не скаталась. Вот что мы имеем на данный момент. Реплика карандаш совсем сперся. Карандаш оригинальный держится. В общем-то тоже с некоторыми вопросами, но тем не менее. Помада верхняя, это оригинал, с ней все в порядке, ничего не случилось. Ну и нижняя помада немножечко подстерлась, но тем не менее ничего плохого с ней тоже не произошло. Покажи щечку. Вот остается немного пигмента, но совсем немного. После выпитой чашки чая у меня появляются некоторые претензии к цвету. Если посмотреть на переход от губка слизистой, то видно, что цвет немножечко начинает разъедаться. Посмотрим, что будет после жирного ушка. Кусочек шашлыка вот такую шутку сыграл с моей помадой. Все стало, но он очень жирный, это, конечно. Другая помада бы, я думаю, что вообще уже давным-давно была канул Гетто. А это еще так ничего. Обнимаясь с последней чашкой чая на сегодняшний день, я возвращаюсь с вами и хочу быть лето своим последним мнением насчет этой помады замечательной. На моих ухах она находится уже 9 часов, она выдержала и множественные чайпития, и плотный жирный ужин на даче. Конечно, ее уже нужно подправить, безусловно, но для того, чтобы 9 часов оставаться на этом месте, нужно быть, наверное, неплохим суперпродуктом. Поэтому помаду ставлю пятерку. Редко ношу суперстойкие матовые помады, потому что мои губы они сушат, и вообще суперматовая текстура не моя любимая текстура, но тем не менее помаду могу рекомендовать от всей души. На сегодня это все, всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok